Дин вернулся. В прошлый раз он сдал положительный тест на коронавирус и в итоге сидел на карантине в Вегасе две недели. Тогда его заменял Майкл Биспинг, и здорово, что Дин снова с нами. Пытались слить меня в прошлый раз, да? Наверное, даже не думали, что в этот раз я буду в строю. Вы не представляете, насколько здорово наконец оказаться здесь. Я мечтал попасть на Бойцовский остров, но в прошлый раз не получилось, и я 12 дней один сидел в номере дешевого отеля. Но я вернулся, я здесь, и я готов задать жару. Я Дэна. Меня зовут Акрам, добро пожаловать в W, Абу-Даби. Привет, я Мэтр, рад знакомству. Мы вернулись на Бойцовский остров, и здесь просто огромное множество всего, так что каждый раз это новый опыт. В этот раз мы познакомимся с кухней Ближнего Востока. Сначала приготовим ее, а затем будем кушать в лучших традициях. Яла, давайте готовить. Правильно? Да. А что значит яла? Яла, ну это типа погнали. О, яла. Раньше я говорил хала, теперь буду говорить яла. Да, правильно, яла. Окей. Начнем готовить. О, это баранина? Да. Ну и что, давайте мариновать эту движуху в остром соусе. Нет? С чего начнем? Я понятия не имею, что он несет. Вау, это очень мерзко, сэр. Смотри, как это делается. Видишь? Не спроста меня в колледже называли шеф-боя Арни. Мерзость. Где наша говядина? О, вот она. Далее подготовим специи. Окей. Засыпаем. Вот так. То, что нужно. О, пахнет здорово. Все, здорово. Спасибо. Ну что, пора кушать. Давайте есть. Затем мы облачились в традиционную одежду жителей Абудаби. Проходите. Окей. Приятного аппетита. Наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо, сэр. Ой, здорово. Вот и оно. Вот и главное блюдо. О, ничего себе. Пожалуйста. Спасибо, сэр. Наслаждайтесь. Окей. У кого-нибудь есть антисептик? Я не хочу нарушать традиции, но Дин Томас, ты с той стороны ешь, окей? И что мне, черпать этой тарелки, что ли, или как? Нет, ешь руками. Ну не рис же, или что? Рис тоже руками. А, ладно, понял. Хорошо, так сейчас... Ой. Простите. Извиняюсь, сэр. У меня просто голова неправильной формы. Ой, ё-моё. Она что... Куда она делась? А, вот. Ладно, не буду надевать. Простите, ребят. Ну что, может кто-то начать хочет? Ладно, вам меньше достанется. Вот так вот. Сейчас это оторвём. Вы только гляньте. Всё в лучших традициях. Погодите. Сейчас-то мне можно ложку? Нет. А, всё руками надо есть. Окей. Хорошо. Вы сами не хотите, будете смотреть, как я ем? Это весело. Обычно, когда я так ем, жена ругается, называет меня свиньёй. Знаете, говорит, чтобы я взял ложку. Боже мой. О, как вкусно. Мне везде хорошо. Я могу везде адаптироваться. Будь мы в Риме, я бы жил как римляне. Но у Мэтта с этим серьёзные проблемы. Просто кошмар. Он везде устраивает бардак. О, боже мой. Вы чего? Не стоило. Спасибо. Хотя я, конечно, рад. И, конечно, никто, кроме меня, не просыпал рис. Гляньте, что передо мной. У вас всё чисто. Да я не умею есть аккуратно. И эта штука с головы падает. Я просто... Это неправильно. Смотри, перед ним на полу и на халате больше еды, чем в его тарелке, блин. Да, его ноги были в десерте. Он ронял еду из тарелки в другие блюда. Его рис был просто повсюду. На его ногах, на полу. У Мэтта были проблемы с этим. Я за добавкой. Ой, блин. Я за добавкой. Наряд, который был на нас, не особо хорошо подходил под это дело. И в итоге я снял головной убор, потому что он просто не сидел на моём чайнике. В смысле, вы хотите, чтобы мы скатывали рис в шарики? О, можно и этот съем? Да не, шучу, шучу. Я свой рисовый шарик сделаю. О да, сейчас что-то будет. Значит, просто беру рис и сжимаю. Окей. Обручальное кольцо только, чтобы не запачкать. Прости, дорогая. О, так приятно. Сэр, получился шарик? Да. Ну, почти. Окей. Блин, я весь в рисе. Спасибо, сэр, только что с этим-то делать? Так съешьте. Нет, а что правда делать-то с рисом, который на руках остался? Понимаю, я как глупый ребёнок, сэр. Я не знал, что делать, извините. Он только что кроссовком задел пончики. Да, Мэтт испортил просто всё, что здесь есть. Всё валится, что поделать. За очередной классный опыт на бойцовском острове. Нифига себе. Не говори. Этот симулятор самолёта был совсем не тем, что я ожидал. Я думал, это просто видеоигра, а нет, это реально... Реальная тема какая-то, как в Аватаре, блин. Здравствуйте. Как вы? Это здорово. Какой из них наш? Вот ваш, Боинг-787, Dreamliner. А можно он будет там, я буду здесь, и мы будем биться? То есть вы хотите сказать, что сегодня мы научимся управлять самолётом? Да, Ultimate Flying Championship. Окей, мы за вами. Прекрасно, начинаем. Здорово. Я главный пилот, ты второй пилот. Я как Лэндо Калрисиан в Соколе Тысячелетия. Окей, тогда я Хан. Нет, тогда ты Чубака. Присаживайтесь. Окей. Уверен, ты не влезешь туда. Представьте, что это Мерседес С-класса. О, вау! О, вау! О, гляньте на это! Ничего себе! Вау! Но как застёгивается этот ремень? Да, это улётный транспорт. Всем добрый день. Добро пожаловать на Сэра Эйр. Пристегните ремни. Попы на местах. И помните, Сэра Эйр заботится о вас. Спасибо, Сэр. Ты чё там недовольный? Сиди молча или проваливай из самолёта. Бу! Ооооо! Эту фигню точно вырежут. Ладно, приступим. О, блин, что делать-то? О, мы едем. Это страшно. Ты можешь по центру ехать? Взлетаем и взлетаем. Мы летим. Окей. И смотрите туда, там мир Феррари и Бойцовский остров. Давайте пролетим над Белой мечетью. О, вы только посмотрите. Сейчас держите шарик на шарике и прилетите прямо к взлетной полосе. Окей, шарик на шарике, понял. Как две твоих головы. Сейчас посажу эту малышку, как Салли садил самолет на Гудзон. 170 тонн. О, да, мы все рассчитываем на тебя. Зовите меня, Салли. Идешь стабильно, Мэтт. Стабильность и Мэтт точно несовместимые вещи. Почему? Почему мы криво заходим на посадку? И что теперь? Все, мы приземлились. О, да. Спасибо, было весело. Видели, я головой ударился. Ты готов? Я всегда готов. Я как Дензел Вашингтон в фильме «Экипаж». Дайте мне рыжую девчонку, дорогу Кокса, и я готов. Так, и начинайте давить. Вот так, вот так, отлично. Мы разогнались. Я делаю это, я лечу. Эй, а что это за кнопочка там у тебя? Полет может быть классным. Но если ты не посадишь самолет и убьешь нас, это ничего не значило? Эй, я все сделаю, не парься, обо мне не беспокойся. 50, 40, 30, 20, 10. Ну как тебе? Думаю, у меня хорошо получается. Обратный рейс домой, я поведу самолет. Хорошо? Без проблем. С этого момента называй меня Лэндо. А ты меня Салли. Это был Ultimate Flying Championship. Вы оба потрясающе приземлились, но чемпион полета может быть только один. И лучшее приземление было барабанная дробь... У Дина. Не знаю, как они отдали победу мне, потому что я знаю, что хреново приземлился, но все равно они сказали, что я был лучше. Пойдем уже. На следующий день мы с Мэттом сидим, завтракаем, и тренер Диего Санчеза, Джошуа, подходит к нам и начинает говорить с Мэттом. Я это просто к тому, что тебе стоило сравнить ситуацию, в которую попали бойцы. То, что произошло с ним, могло, несомненно, произойти с Диего, но этого не произошло. И он что-то втирает Мэтту, пытается донести до него, что представители ММА-медиа не уважают его как тренера, и это прежде всего из-за того, что Мэтт сказал о нем. И Мэтт сидел типа, чего, из-за меня? О чем ты? Потому что Мэтту нравится Диего. Мэтт большой фанат Диего. Так что я подумал, нужно достать телефон и все это заснять. Лично я тебя не знаю, но мне не особо нравится то, что ты делаешь. Это я понимаю. Но окажи мне услугу, сейчас нам незачем говорить об этом. Я понимаю. Я уважаю Диего. Тебя я не знаю. Я не знаю, какая там у тебя проблема с медиа. И я бы... То, что я видел из твоих тренировок, мне не нравится. Я считаю, что это глупо. Но мне плевать на это. Ты не работаешь со мной, ты не работаешь с моими ребятами. Удачи тебе с Диего. Я желаю ему всего наилучшего. И ты с ним. Так что, если он выиграет, уверен, и твои заслуги признают. Но он тренировался уже очень долгое время, еще до встречи с тобой. Да я не к этому, я к тому, что когда обо мне заходит речь, ты даже мое имя не говоришь. Так слушай, честно говоря, я даже не знаю нахрен твоего имени. В этом все и дело. Одна из многих вещей, которые мне нравятся в Мэте, это то, что дерьмо он ни от кого не будет терпеть. Я знаю, что ты болван. Нет, ты болван. Слушай, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Тебя конкретно балбесом я не называю, но... В первом же эпизоде Дэна Уайт в поиске талантов Мэтт поругался с ринг-анонсером. Эй, чё ты несешь? Ты вон кричишь, поддерживаешь своего бойца. Я кричу, поддерживаю своего бойца. Ты как говню к себе ведешь. Заткнись нахрен. А ты чем лучше? И проявляешь неуважение к бойцам. Затем был случай в ЛА, где мужик что-то сказал Мэтту. Просто уходи, продолжай шагать, приятель. Там с кем-нибудь подерешься, тебе же лучше будет. Серьезно. Да. Хорошо, хорошо, иди отсюда. Затем мы были на шоу Ring of Combat. К нашему столу подошел парень, и Мэтт такой сразу... Пошел нахер отсюда, проваливай, даже не вздумай говорить со мной. Отойди нахер от меня, ублюдок. И затем Мэтт Сера скрутил мужика в Ред-Роке в Лас-Вегасе, когда завтракал со своей женой. Я тебя так втащу, все хорошо. О, да, это правильно. Этот парень вел себя как говнюк с официанткой. Мэтт Сера встал и повалил его и держал на земле, пока не приехала полиция. Я напишу на него заявление. Я как Джон МакЛейн из «Крепкого орешка». Я как Джон МакЛейн мира ММА. Со мной постоянно всякое дерьмо происходит. Просто когда было интервью, и разговор зашел обо мне, спросили твое мнение, и ты видел мое имя. Ты знал, что речь идет обо мне, но ты сделал такой вид на камеру, будто ты так презираешь меня, что даже мое имя не можешь произнести. Это уж совсем жестко. Я же тебе сказал, я не знаю твое имя. Как тебя зовут? Джошуа. Джошуа, окей. Иди кого-нибудь другого поучи, я тебя понимаю. Слушай, вот даже сейчас ты это говоришь с таким неуважением. Так знаешь почему? Потому что мне вообще насрать. Я сижу, завтракаю со своими друзьями. Ты подходишь и пытаешься мне что-то доказать. Пытаешься убедить меня, что... Ты же хотел поговорить, давай поговорим. Ты спросил про Майкла Пирейру, я думаю, что он зверь. Про кого? Про Пьеру. Слышь, ну ты че, еще теперь будешь мое произношение корректировать? Да нет, я не услышал просто. И ты говоришь, что... Ой, поразительно, вот люди не говорят про Диего, про то, как он выглядел в этом бою. По мне этот бой говно. Но знаешь, что было феноменально? Его бой с Кару Парезианом. Согласен. Просто феноменальный был бой. Тогда Диего был просто зверем. Так что Диего-то я уважаю. И... Перед тем, как это... Потому что лучше эта беседа уже не станет. Так что делай свое дело, удачи тебе. Желаю тебе заработать на Диего, чтобы у тебя все получилось. И на этом все, бро, окей? Я тебе прямо сказал, ты мне не очень нравишься, делай свое дело. Мы сидим, завтракаем, блин. Отдыхаем. И когда я снимаю свой подкаст, Unfiltered, я общаюсь так же, как с вами, я забываю, что люди слушают. Так что я, видимо, разнес этого парня, но я не помню этого. И он подошел к нам, чтобы выбить уважение. Понимаешь? Но, по-моему, уважение к нему только поубавилось. Отвали, чувак. Я спрашиваю Дина, что, дело во мне? Я притягиваю, что ли, это? Да. Ну, черт побери, да. Ответ да. Сто процентов дело в тебе. Ё-моё. В следующем выпуске. Тормозите. Меня сейчас вырвет. О, чувствую, будет офигенный эпизод. Все в порядке. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова